В Нижнем Тагиле двое разбойников похитили и пытали мужчину, но в итоге заснули, позволив потерпевшему сбежать и вызвать полицию. История, рассказанная сотрудниками пресс-группы отдела МВД Нижний Тагильский, изобилует специфическими подробностями совершенного преступления и поражает легкостью, с которой люди готовы нарушать закон. Все произошло в последний рабочий день минувшей недели в Ленинском районе Нижнего Тагила, в Хрущевке по улице Космонавтов. Несколько месяцев назад квартиру в этом доме снял некий 33-летний Сергей, которому в пятницу в гости пришли двое ранее судимых знакомых. Когда Сергей в очередной раз ушел в магазин за добавкой спиртного, двое его гостей 30 и 31 года от роду решили наведаться к соседу, живущему этажом выше, который, по словам хозяина квартиры, недавно его затопил. Дверь им открыл 38-летний мужчина на костылях со сломанной ногой и аппаратом Елизарова, установленным на этой ноге. В ультимативной форме пришедшие потребовали от мужчины спуститься, чтобы вместе осмотреть последствия подтопления. И хоть тот утверждал, что с Сергеем они все вопросы уже решили, гости были настойчивы и даже пригрозили газовым пистолетом, который нашли в доме у Сергея. После того, как потерпевший спустился в квартиру соседей, его приковали наручниками к батарее и стали избивать его же костылями, требуя выплатить им 30 тысяч рублей. Издевательства, по словам пострадавшего, продолжались полночи, пока разбойники не выбились из сил и не уснули. Дотянувшись до связки ключей, пленник разогнул скреплявшее их кольцо и получившейся проволокой сумел открыть наручники, после чего незаметно покинул квартиру и обратился в полицию. Из отдела несчастного доставили в больницу, где диагностировали тяжелые травмы, в том числе ушиб головного мозга и осколочный перелом костей свода основания черепа, потребовавшее оперативного хирургического лечения. Разбойников полицейские обнаружили спящими на месте преступления. Не безинтересна судьба и того самого Сергея, на съемной квартире которого было совершено преступление. Он в полиции оказался еще раньше, чем его гости совершили преступление. Уйдя в магазин за добавкой, он и не думал покупать спиртное, а намеревался его похитить, как это делал уже не раз, в том числе и в тот самый день. Но в этот раз попался и был задержан за кражу. Впоследствии ему также вменили хранение боеприпасов, а именно нескольких патронов калибра 9 и 5,6 мм, найденных при обыске в его квартире после задержания его гостей. Продолжение следует...